В Самаре необходимо мощное представительство в Государственной Думе. Глава города выступил перед депутатами Гордумы и Райсоветов. Частицы мощей святых угодников привезли в Самару из Московской области. Прикоснуться к реликвии можно в церкви Пресвято-Воскресенском мужском монастыре. Брейн-ринг, что где когда тематические викторины в Самаре наградили победителей фестиваля интеллектуальных игр. Усилить роли общественности в жизни Самары такую задачу поставил глава города перед депутатами районных советов. Сегодня в городе проводятся масштабные преобразования, которые жители уже смогли оценить. Но сделать можно и значительно больше, а для этого необходимо, чтобы как можно больше простых самарцев поддержали положительные изменения. Это касается и участия горожан в выборной кампании. Сегодня у города есть уникальный шанс привести как можно больше своих представителей в федеральные законодательные собрания. Олег Зверев тоже выслушал тезисы. Самара готовится к главному политическому событию года. 18 сентября пройдут выборы в областной и федеральной парламенты. И от их результатов многое зависит. Об этом говорилось и на расширенном заседании городской думы. Центральное место в повестке дня – выступление главы города перед депутатами райсоветов. Сегодня Самара преображается к чемпионату мира 2018 года. Строятся дороги, развязки, больницы, школы и детсады. По возведению жилья и закупкам общественного транспорта Самара не просто лидер среди регионов. Такого не было в истории города никогда. После того, как была проведена реформа местного самоуправления, подчеркивает мэр, особенно важно, чтобы каждый самарец чувствовал свою причастность к тому, что происходит в городе. Мы в этом году начали такую работу по составлению дефектных ведомостей. То есть каждый глава района в настоящий момент имеет очень серьезный объем документации, в котором прописан каждый дом, каждая улица, каждый квартал, где указан перечень всех тех недостатков, которые уродоват наш с вами город. И понятно, что мы должны значительную часть работ проводить с участием общественности. Необходимо идти во дворы, организовывать некие переговорные площадки, убеждать людей в том, что двор, в котором они живут, может быть приведен в порядок, в том числе и усилиями самих жителей. Глава города говорит о необходимости создать в Самаре атмосферу нетерпимости, к беспорядку, проявлением вандализма и коррупции. Факты незаконной торговли, нелегальной рекламы, бесхозных автостоянок необходимо выявлять более активно. И здесь именно общественная инициатива может принести пользу. Должны увеличиваться доходы от рекламы, от легализации автостоянок, от легализации рекламы на фасадах. Есть, конечно, определенные успехи. Так, например, в 2015 году по легализации рекламных конструкций мы получили 20 миллионов рублей. Значит, на установку эксплуатацию 88, а вот в первом полугодии 2016 года уже 109 миллионов рублей. То есть есть определенный рывок. Еще один немаловажный фактор городского развития – взаимодействие с областной и федеральной властью. Сегодня город получает весомую поддержку из центра. Создается мощный научно-производственный центр, даже более сильный, чем в советские времена. Но и здесь необходима поддержка горожан. От того, какую активность самарцы проявят на выборах, зависит, сколько представителей от региона будут лоббировать интересы Самары в Госдуме. Вот у нас есть уникальный шанс сделать так, чтобы качество управления на предстоящие пять лет, качество представителей наших людей в Государственной Думе было таковым, чтобы оно обеспечило приоритет развития как региона, как и города. И я хочу вас призвать к тому, чтобы мы с вами на предстоящих выборах проявили свою гражданскую активность, проявили такую развитую работу, чтобы люди, наши граждане, пришли на выборы и своей явкой обеспечили максимальное прохождение депутатов грамотных, депутатов-управленцев во властной структуре. Если Самаре удастся сформировать мощные представительства в Государственной Думе, город сможет значительно усилить свой политический ресурс и получить более весомую поддержку, в том числе и финансовую. А для этого необходимо, чтобы каждый подтвердил свою гражданскую позицию, придя на избирательный участок. Олег Зверев, Артем Сулайманов, Максим Гусев. События. Самара подтвердила статус крупного транспортного узла. В столице 63-го региона открылся новый офисно-логистический центр крупной европейской компании. У руководства холдинга из города Побратимы Штутгарта привлекло то, что через Самару проходят все возможные виды транспортных магистралей – воздушные, наземные и водные. В администрации города также заинтересованы в открытии такого крупного центра. Это даст дополнительные финансовые вливания и станет отличным примером для других иностранных инвесторов. Разрешите от имени главы городского Украины Самары фурсуалета Борисовича поздравить вас с этим замечательным событием. Открытие нового предприятия. Вы, вопреки всем санкциям, доказываете, что возможно сотрудничество и в это трудное время. Я считаю, что Самара – это большой промышленный центр на территории с большим потенциалом. Здесь очень хорошая транспортная развязка, отличное положение, и отсюда нам комфортно управлять своим бизнесом. Православные самарцы в эти дни посещают церковь при Свято-Воскресенском мужском монастыре. Туда из Московской области прибыли частицы мощей святых угодников, которые особо почитаются церковью. В храме сегодня прошел торжественный молебен. Там побывала и наша съемочная группа. С самого утра в храм при Свято-Воскресенском мужском монастыре тянутся прихожане. День особенный. В обитель привезли частицы мощей святых, которых особенно почитает Русская Православная Церковь. Это святитель, чудотворец Николай, преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский, стая Блаженная Матрона Московская, которые помогают нам в различных наших бедах, горести, радостях во всем. Святые угодники, мощи которых привезли в монастырь, при жизни прославились великими делами. Жили в скромности и благочестии, творили чудеса. Исцеляли больных, поддерживали слабых и немощных, примеряли враждующих, защищали невинно осужденных. И сейчас, спустя столетия после смерти и канонизации, к частицам их мощей идут верующие. Прихожане просят спокойствия, избавления от физических и душевных недугов. Антонина Мещерякова в церковь ходит по праздникам. Говорит, надо бы почаще. Сегодня тоже пришла приложиться к святым мощам. Поддерживает. Мы молимся за них. И молюсь, здоровья нету. Хожу в церковь. И за детей. Помогать и детей своих тоже. Мощи святых пробудут в храме до конца августа. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Брейн-ринг, что где когда, тематические викторины. В Самаре наградили победителей и призеров третьего фестиваля интеллектуальных игр. Турнир проходил в лагере «Волжский Артек» по программе «Молодежь Самары». Юных эрудитов поздравила Алина Чемерес. Победителей битвы умов в «Волжском Артеке» чествуют перед всем лагерем. Обладатели главного приза рассказывают, каждому турниру готовились основательно. Студировали книги и интернет даже по ночам. Как результат кубок и признание сверстников. Это было очень сложно. Мы каждый день были на нервах, получали задания. Что, где, когда, каждую минуту просто огромное количество эмоций. И постоянно в напряжении. Ты сидишь и думаешь, правильный ответ, неправильный. Но это сплочает детей. Мы практически не общались до этой игры. Большие турниры, объединяющие молодежь, продолжение традиции, заложенной в 2014 году. Экологическая викторина сток одному, что где, когда, всего в лагере за смену провели 5 интеллектуальных состязаний. Участвовали все отдыхающие, а это около 300 человек. Кто станет победителем, было неясно до конца. Призеров друг от друга отделяют сотые доли баллов. Организаторы и участники отмечают. Битва умов – это не только интеллектуальные соревнования, но и развлечения. Как мне кажется, очень важно, когда интеллектуальные игры из чего-то элитарного превращаются для ребят в доступный способ проведения времени самостоятельной организации досуга. И впоследствии, играя в интеллектуальные игры для души, они, естественно, смогут реализовывать себя и в плане учебы, потому что им новые знания нужно будет обязательно почерпнуть, чтобы сыграть хорошо. Фестиваль интеллектуальных игр проводит городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки в рамках программы «Молодежь Самары», чтобы дети тренировали не только ум, но и тело. Для них организуют и спортивные соревнования. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Далее, коротко о других темах дня. В Тольятти устраняют последствия вчерашней непогоды. Стихи настигла город вечером. Шквальный ветер, сильный ливень, гром и молния. Улицы Тольятти в очередной раз подтопило, во дворах деревья падали, на детские площадки и на машины. В некоторых районах жителям отключили электричество. Одно из происшествий случилось на набережной города. Из-за урагана баржу утащила на берег, и она врезалась в набережную Комсомольского района. Тем временем любители фотографии смело выходили на улицу и делали снимки, внезапно обрушившиеся на Тольятти стихии. На участке улицы Пушкина будет ограничено движение транспорта в связи с проведением работ по строительству канализационной и водопроводной сетей. С 8 августа до 6 сентября закроют участок от дома номер 192 по улице Пушкина до перекрестка с улицы Маяковского. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно выбирать маршрут следования. Взялись по личным. В Кировском районе сотрудники управления ФСБ задержали женщину-адвоката, когда она пыталась дать взятку 212 тысяч рублей сотрудникам управления судебных приставов. За эти деньги женщина предлагала фальсифицировать материалы исполнительного дела в пользу своего клиента. В настоящее время Следственный комитет рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела. Опасных вредителей обнаружили в привезенных в Самарскую область продуктах. Как сообщает региональное управление Росхельхознадзора, в июле этого года было зафиксировано сразу несколько фактов. В багаже и ручной кладе граждане из Таджикистана обнаружили партию приправы с семенами сорного растения по Велике Полевой. Тогда же выявили партию яблок с живыми особями восточной плодожорки и арахис с четырехпятнистой зерновкой. Все три партии зараженной продукции были уничтожены. На праздник вишневого пирога с 12 по 14 августа между Самарой и Ширяево пустят дополнительные рейсы на теплоходах Москва. Также в эти дни на маршруте поляна имени Фронза Ширяева назначаются дополнительные рейсы на скороходном судне Ингре-3. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Работники железной дороги отмечают профессиональный праздник. Лучшим тружеником отрасли губернатор Николай Меркушкин вручил награды. Хорошая новость для жителей промышленного района. Сегодня там открывается новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». В Самаре может появиться музей работников тыла безымянки. С инициативой выступила ветеран труда, жительница Самары, стоявшая в годы войны у станка. Наш следующий выпуск в 17 часов. Увидимся!